Школа «Второй дом» – эта фраза как нельзя лучше описывает отношение педагога-психолога Ирины Лутиковой к своей работе. Стремление помогать людям появилось ещё в детстве. С годами она только росла и укреплялась. Призвание нашло её само. Попав однажды на практику в школу-интернат номер 9, Ирина твёрдо решила, что обязательно сюда вернётся. Я уже где-то на курсе четвёртом точно знала, что я хочу работать именно в школе-интернате номер 9. Я здесь была на практике два раза, писала курсовую работу и очень хотела сюда попасть. Мне казалось это важным, что именно эти дети нуждаются в поддержке, в помощи, в любви, в принятии. Мне казалось, что я могу что-то такое сделать для них, чтобы помочь. Ирина помогает вот уже 16 лет. Детям раскрыться, почувствовать себя нужными и счастливыми. Родителям включаться в процесс обучения и развития ребёнка. Педагогам преодолеть эмоциональное выгорание, улучшить климат в коллективе. Индивидуальные групповые занятия, тренинги. Форматов работы много. Цель одна – выявить проблему и решить её. Самая главная моя задача как педагога-психолога – это создание оптимальных условий для того, чтобы создать безопасное пространство для всех категорий. Для педагогов, для родителей, для детей. Потому что именно вот эта базовая потребность человека в безопасности, она будет являться ключом для дальнейшего развития, социальной адаптации и так далее. Труд Ирины Лутиковой высоко оценили на региональном уровне. Она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2023». Отбор был строгим. Три этапа. Первый заочный нужно было представить – видео-визитку и описание профдеятельности. Задание второго тура – провести мастер-класс с родителями. В финале – это решение педагогических кейсов. Что такое кейс? Это определенная проблема, которую предоставляет на карточке каждому участнику, и человек должен ее решить. То есть рассмотреть данную проблему, проанализировать ее, сделать выводы, какие действия он будет предпринимать и дать рекомендации. На работу Ирина всегда приходит с улыбкой, потому что давно поняла для себя одну истину. Чтобы озарить солнцем других, нужно носить его в себе.